Хей, я Брайан. Месяц назад на моём канале вышел короткометражный фильм «Последняя кнопка 2», а это вторая часть бэкстейджа к нему. В этом видео я расскажу про оставшиеся съёмочные дни, постановки «Драк», «Финал», а в конце расскажу об этапе постпродакшена, где покажу, как создавалась компьютерная графика и многое другое. So, stay tuned, you know? Это была «Драка в офисе». Не знаю, почему я так тяжело говорю, на самом деле была хорошая смена. Ну да. Сам офис в действительности находился в том самом небоскрёбе. Кажется, это был где-то сороковой этаж, и нам разрешали снимать там только ночью, что нам, собственно, и нужно было по сценарию. И, о-о-о-о-ой! Это была самая жаркая ночь в моей жизни. Просто потому, что в офисе было тепло, и мне не приходилось прислоняться к обогревателю каждые пять минут, как это было в прошлой смене. Ну и сама сцена на 95% состояла из экшена и драк, поэтому прохлаждаться точно не пришлось. Мы сформировали массовку, и Гена начал показывать им все движения. Большая часть массовки просто должна была делать такое лицо и приближаться к героям. А вот у каскадёров Гены были задачки посложнее. Переодетые в офисных сотрудников, они дрались с Оливией, Няней и Брайном. Ну, просто потому, что ботан всю сцену пинал одного и того же чувака, его даже пальцем не тронули. Угроза! Сейчас меня убьют! Влетает! Барменша, я спасу тебя! Давай биться вместе! Давай биться вместе! Там-да-дам-да-дам-да-дам! Оп! Барменша умерла! Надеюсь, теперь вам не так грустно, что мы вырезали барменшу сценария. И дальше я делаю вот так. А ты что думал? На него одни маньяки работают? Это офис Ютуб. Так, вот вошли ребята. Вошли ребята. И ты уже подходишь сюда, и... Репетиция! Начали! Такое ощущение, что это не было актёрской игрой. Аааа! Кого из тебя сделаешь? Няня. Рай! Из тебя няня? Прекрасно! Ну и няня, пожалуйста! На ушки! Они просто обожают няню! Стой! Почему вы обожаете няню? Прямо бросаете! А ты что, не обожаешься? Это ты и свои такой. Ну, да, ну... Анивиан такая, как бы её приемница, она мне кажется более такая современная. А няня уже старуха вообще, по большому счёту. Это нюд. Опять из-за чёртова зелёные экраны! Чё ты лыбишься? Свет! Наушники быстро! Парень, посмотри на него! Зло! Ещё! На, бежим! Бежим! Ха-ха-ха-ха! Ээээ, давайте снимем теперь, эээ, Оливию. И это была однозначно самая сложная смена в плане постановки драк. В этой смене мне приходилось постоянно переодеваться, даже ещё больше, чем в прошлые смены, чтобы снять тот или иной кадр с того или иного ракурса, с... того или иного удара, захвата, падения... In our army. Плюс, надо также учитывать, что у каждого персонажа свои раны и потертости на лице, которые приходилось постоянно воссоздавать. После всего этого мы оставили ребят, чтобы они прибрались в этом офисе и убрали бардак, который мы устроили при съёмках, а сами небольшой командой из четырёх человек спустились вниз и приступили снимать ту самую сцену. Не буду говорить, насколько это было холодно, я вообще удивлялся, как я не заболевал постоянно при съёмках. Несмотря на то, что это была очень тяжёлая смена, она, наверное, является одной из моих любимых. Я сейчас вспоминаю, как в 6 утра я пошёл на какую-то заправку, которая находилась недалеко от этого бизнес-центра, и заказал там френчдок с чаем. Хороший завтрак в 6 утра на рандомной заправке. Но разве не в этом ли весь кайф? Логово злодея. Для этой декорации мы снова арендовали пустой чёрный павильон, посередине поставили заранее сделанный заказ. Кнопка пуль, так мы его называли. Знаете, сколько стоила эта штука? Я не про эту, а про вот эту. Очень недевшим. Немного RGB ламп, много проводов. В этой сцене также есть небольшое количество файтинга. Гена вновь ставил эту сцену, и мы приступили к репетиции. Давай, и, да. Ну, мамочка, поставь. Да, отлично, и выкинул. Вот это хорошо. Ген, 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 не возьмём это. Ребят, они не могут отдельно сделать А и Б. Мы можем всю схему пройти. Мы можем эту схему просто... Им физически нужно Максу понять, когда ему... Мы не видели, как Макс это взял. Хорошо, окей, окей. Начали! Тот! И семнадцать пять. Звое растеряется. Видите, сейчас не отвлекаем голос. Отошли, ну агитопы, чьи оператор силы? Начали! Стоп! Супер! Это было! Он уже как бы на болевом, понимаешь? Нет. Давай ещё раз. Нет! А ты руку-то поменял? Верни руку. Я не всегда её, блин, вот так. Да. Давай. Фух. Не сломаешься. Не знаю. Приготовились. Не дивитесь, ребят. Посмотрели в глаза друг другу. Начали! А ты умираешь? Я не знаю, может ничего не будет, это правильно будет. А это плывёт и reflex. А это будет будет. Ааааа! Что? Давай! Алексею Штукину пришлось нелегко, ведь чтобы снять момент втыкания топора в его спину нам потребовалось около десяти дублей. Уже потом, после окончания съемок, он шутливо жаловался на то, насколько сильно, на самом деле, я втыкал в него этот топор. Ну или не шутливо. Он еще потом несколько дней ходил с больной спиной. Ну, сори, это Ния, это Оливия. Мог бы я себя всегда так оправдывать во всем. Ну, а дальше нас ожидала та самая сцена. Все, мы уже запачкали. Все, запачкали, все. Ой, так все крови, это все. Я тебя всегда любил. Приготовились в съемке, все на исходном. Ну, я показал бы этим небольшим сроком, что люди могут жить в мире, а сейчас придется запустить план Б. И если я умру раньше времени, то приказ будет другой. Это же чертов геноцид. Тут труба мешает. Чья, чья? Это шоу-бизнес, че вы? Максим, Максим, расскажи мне поцелуй. Как это все было, тебе понравилось или нет? Это ужасно. Ну, это же было не поцелуй, а зарядочка. Да, ботан отстанет и целуется. А, это что такое? Так вот. Ну и после того, как все это было снято, нам оставалось лишь снять оставшиеся реплики и реакции злодея. Приготовились! Очередной день съемок, очередная драка. Привет, подружка по несчастью. Ее с лицом проблемы, взгляд головой. Я так вот вам могу. Это мы так фактуруем костюм. Вот так вот, девочки. Надо ползать. Как фактурует костюм профессионал? Давай! 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 Бросок! Твою б***ь. Ну ладно, разочекай. Начали! Ногой выталкивайся. Давай, подходишь по новой стороне. Добавь твой сзади и ударь. Топ! Типа! А дальше надо просто, блин, быстрее, блин. Снято! Девушки, привет! Всем правда об Оливии. Я стараюсь. Ого! Девушки, привет! Я как-то сына пришел поступать. И с женой. И с женой, да. Крайний дубль на этой смене. Так, тишина, да. Так, тишина, да пощается. Где-то с шевчаткой. Не кусь, да пощается. Очистите. Очистите! Из интересного в этот день мы сняли отрубание головы Лены с помощью лифта, который само собой был сделан с помощью компьютерной графики. Это очень страшно. Мне кажется, у меня больше не страха, а недоумение, что я не доходил до конца. Блин, нет, ну чё? Затяжечка. И ещё мы сняли пробежку героев от злых блогеров. Ничего суперинтересного. В этот день мы сняли сцену, где Оливии моют голову. Привет! Также небольшую сценку в китайском ресторане. А потом снова поехали в Лидер Тауэр, чтобы снять проходку Оливии с чистыми волосами по коридору со злыми блогерами. И сейчас мы находимся в центральном офисе. Это такой кринж. Мы, блин, снимаем, я не знаю сколько. Сколько мы снимаем? Много мы снимаем, понял? Я так вот просто сделаю. Я очень ждал этой смены, так как нам предстояло поехать в ту самую хижину из первой части. Я очень хотел побывать в том месте снова, немножко поностальгировать. Таким образом мы выехали в 6 утра и нас ожидала двухчасовая поездочка по кочкам и лесам Ленобласти. Пока команда готовила оборудование, я поднялся на второй этаж, где Настя Сильверстова устроила уютную гримерную, в которой мы принялись создавать образ Брайна, которого изрядно так потрепала жизнь за прошедший год. А что дальше? А дальше финал. Локация находилась в 15 минутах от той самой хижины. Там было небольшое озеро, хотя нет, большое озеро, окруженное лесами. И я даже представить себе не мог, насколько там на самом деле красиво, пока не увидел кадры с квадрокоптера. По сценарию герои стоят возле озера в тоненьких курточках, будто бы на улице минус 5. На самом деле было минус 15. А по ощущениям все 20. И сразу, 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 сразу. Правее, 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 правее! Правее! Еще полчаса времени ушло на споры о том, будет ли сниматься Никита в усах или без усов, потому что он был категорически против усов. Ну ему же идут усы, ну посмотрите на эти усики. У многих возник вопрос, в бочке лежала настоящая бриллиантовая кнопка, или нет. Мы сделали муляж, но на самом деле я был не против, чтобы мы сожгли настоящую бриллиантовую кнопку, потому что, как по мне, это было бы довольно-таки символично. И после окончания съемок, я бы точно так же поставил ее к себе на полочку. Была бы кастомная бриллиантовая кнопка. Я даже сейчас жалею, что я так не сделал. Пойду сам сожгу, что ли, ее тогда. Последняя смена. В этот день мы сняли сцены в серверной, а также заход главных героев в офис YouTube. На словах чуть-чуть, на деле опять снимали до 4 утра. Сделали вторую! Оп! Ставились! Вы попробовали чистить или что ли? Уииииии! Вот и закончились эти десять... ...интересных смен. Было очень тяжело, но в то же время очень интересно. И это огромный опыт. Смены у нас иногда длились по 20 плюс часов. Это катастрофические переработки. Мало того, что никто не спал практически несколько смен подряд. Ну, спали где-то по 3-4 часа. Так еще и за каждый переработанный час я платил дополнительные деньги. А это стало мне в небольшую такую... копеечку. И если вы думали, что самое сложное уже позади, то... Постпродакшн длился с конца января, то есть с момента окончания съемок до дня релиза. Прямо до дня релиза. То есть 3 июня, когда я выпустил этот фильм на YouTube, в этот же день мы еще его доделывали. Это очень большой период для постпродакшена короткометражного фильма, который, да, практически по длительности как полнометражный, но тем не менее главной нашей ошибкой было то, что мы утвердили финальный монтаж примерно за месяц до релиза фильма. За месяц. Под финальным монтажом я имею в виду лишь нарезанный в одну колбасу фильм. То есть без спецэффектов, без музыки, без ничего, без сфотокоррекции, без ничего. Просто нарезанный в колбасу фильм вот этот финальный монтаж нужно утвердить, чтобы уже потом раздавать его на различные процессы. Сфотокоррекция, звучание и прочее, прочее, прочее. Так как у нас постоянно менялся монтаж, мы не могли все никак его до конца финально утвердить, то многие процессы тоже мы не могли запустить и запустили их слишком поздно. Ну да ладно, давайте перейдем к чему-то более интересному, а именно к технической части. Ну начнем, наверное, с графики. Нет, мы не отдавали компьютерную графику какой-то огромной команде. Над этим процессом усердно работал Женя Мироненко и его несколько подопечных. Они проделали большую работу. Кстати, вот эти вот сцены внутри кнопка пульта, их вообще изначально не было в сценарии, мы их уже потом придумали на постпродакшене как раз таки. До этого я работал с некоторыми специалистами по спецэффектам, но не в таком объеме. Здесь все-таки было достаточно моментов, которые нужно грамотно реализовать. Например, когда Лене отрубали голову лифтом. Еще во время съемок я удивлялся, как наш будущий специалист по графике будет откеивать ее голову. Потому что мы просто надели ей на голову зеленый пакет. Он создал 3D-модель головы, точнее верхушки Дианы, Лены, ну и притречил к телу Лены. Внутренние лифта мы обклеили гринскрином, чтобы потом можно было сделать шахту. Еще из интересных сцен это взрыв в квартире Брайана. Там была комбинация настоящего взрыва и компьютерного, ну как взрыва, квадрокоптерные планы здания YouTube. Конечно же там не было никакой вывески YouTube. Кибертигра, о мой бог, да. Изначально мы делали куклу тигры, чтобы засунуть внутрь этой куклы различные механизмы, чтобы все это торчало из живота. В общем мы хотели использовать искусственную тигру. В итоге в день съемок нам сообщили, в день первой смены нам сообщили, что они ни хрена не сделали и предоставили нам... Сейчас покажу. Это... Это тигра. Извините, сейчас просто уже 4 утра и я схожу с ума. Точнее мы сшили этого зеленого тигру на всякий случай, если с куклой что-то пойдет не так и что-то пошло не так. В итоге ботан на самом деле держал не настоящего тигра, но думаю это было заметно. В дальнейшем мы наложили на зеленого тигру настоящего тигру. Для этого нам пришлось снять настоящего тигру на гринскрине. Это было нелегко, скажу так. О, а ты главный мальчик. Молодец. Какой ты. Раз. Также по компьютерной графике было еще много-много-много мелочных и не очень кадров, которые вы возможно даже не заметили, но в этом и заключается хорошая компьютерная графика, когда вы не замечаете, что это графика. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Но самое-самое ужасное это были эти чертовы зеленые экраны. Да, на момент съемок мы не знали пока что, что мы вставим туда в эти мониторы, поэтому мы решили клеить зеленку, включать в мониторах зеленку, чтобы потом туда впихивать интерфейсы. Ладно статичные кадры, с этим проблем не должно было никаких быть. И их собственно и не было. Но сцены с драками, где камера постоянно вот так вот трясется, все эти экраны плывут туда-сюда, этот процесс занял достаточно долгое количество времени. Музыка. Музыка для фильма была написана композитором, с которым мы жили, наверное. Я, Илья и Руслан Шафиков собирались у него дома каждый день с утра до утра следующего дня. Писали эту чертову музыку. Это довольно таки монотонный, длительный процесс. Конечно же большую часть работы делал Руслан, но мы с Ильей сидели, слушали и где-то нам не понравилась нотка. Мы ее меняли, где-то что-то убирали, где-то что-то добавляли, где-то направляли композитора в ту ли сторону он двигается или нет. Тебе самый смешной смех, который я когда-либо встречала. В общем, большое внимание уделили музыкальному сопровождению фильма. Ну и как по мне это того стоило, потому что музыка в фильм вписывается очень хорошо. Конечно же в этом процессе постарались и звукорежиссеры. Звукорежиссер Никита Ершов, с которым мы тоже довольно таки часто виделись. Какие-то фразы мы из фильма мы переозвучивали, какие-то добавляли. Вот например этой фразы Береги яйца! Изначально не было в фильме, мы ее добавили уже потом. Процесс озвучивания у меня был опыт в этом деле. Если вспоминать первую часть. Вопросы как ты должен так тревожно дышать? Ну и во второй части тоже было не менее интересно и захватывающе. Ну и во второй части тоже Ах ты тварь! Ну и Никита Ершов проделал тоже колоссальную работу. Каждый звук, каждый там ветерочек, атмосфера комнаты, чайка прилетела. Это все его рук дело. Постер и все графическое оформление к этому фильму я делал с Сергеем, графическим дизайнером. У него кстати есть канал на ютубе, на который кстати он снял видео о том, как он создавал этот постер в техническом плане. Так что кому интересно, можете посмотреть. Да, варианты логотипов тоже я долго думал, какой же выбрать. Изначально были рукописные варианты. Но в итоге я решил пойти по оригиналу. Вот такой вот непростой длинный путь прошел проект Последняя кнопка 2. У меня бы ничего не получилось, если бы не ребята, если бы не команда, с которой мы очень сильно сдружились. Ну и конечно же многие из вас задаются вопросом что дать? Вот это я свистанул! Ладно, я порчу очень трогательный момент. Многие из вас спрашивают до сих пор, не могут спать, столько писем я никогда не получал, слезных посланий, что же произошло с главными героями. Конечно же я вам не скажу, все, конечно же я вам не скажу прямой ответ, потому что в фильме открытый финал, на то он и открытый, что каждый сам додумывает для себя концовку. Но чтобы вы уж совсем не мучились, отвечу вам на один вопрос. Будут ли скетчи? Этим проектом Последняя кнопка 2, я как раз таки в первую очередь, ну по моей задумке, хотел подвести итоговую черту всей моей вселенной, всем моим персонажам. Я думаю время пришло, хоть и при этом в голове у меня еще очень-очень много идей, которые я мог бы реализовать с этими персонажами. Но на данный момент, на данный момент это все. Спасибо вам, ребята, что вы следили за этими героями на протяжении большого количества времени. Я снимаю скетчи с конца 2015 года. Это всегда было моей страстью, это всегда был мой самый любимый тип контента, который я когда-либо производил на YouTube. И этим фильмом я решил выразить дань уважения персонажам и всему тому, что происходило в этой вселенной на протяжении стольких лет. Ну и в первую очередь, конечно же, вам, ребята, потому что вы настолько полюбили этих героев, мне кажется, так же как и я, что теперь вам очень трудно их отпускать. И я вас прекрасно понимаю, я правда вас прекрасно понимаю. Хоть я не могу прочувствовать то же самое, но все хорошее когда-либо приходит к своему концу логическому. Вот и Оливия, Ботан, Брайн пришли к своему... Как-то это слишком грустно звучит. На данный момент это все. Ну а я со своей стороны хочу с вами попрощаться. Не навсегда, конечно же, это не мой уход с YouTube. Просто попрощаться сейчас. Надеюсь, вам понравился этот бэкстейдж. Я старался рассказывать все информативно, но при этом не затянуто. Надеюсь, у меня это получилось. Если вам понравилось, вы знаете, что делать. Ну а с вами был, как всегда, я Брайан. До скорой встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok